привет привет вы на канале зеленый огород с вами элина нахожусь около теплицы в которой выращиваю томаты этим томатам уже исполнилось 42 дня с момента как я их высадила на постоянное место сегодня кстати сделаю краткий обзор и покажу как они выглядят может быть вам это приходит пригодится при выращивании на следующий год а также расскажу о том как я уберегаю томаты в плохую погоду когда у нас жарко когда у нас засуха или наоборот когда у нас холодно в это время у нас очень плохо проходит опыление цветов и если даже цветы опыляются часть цветов опадает так вот чтобы этого избежать нужно обязательно использовать стимуляторы и сегодня покажу вам несколько которые мне нравятся и которые я применяю например есть такой стимулятор который называется борная кислота можно борную кислоту совместить с гуматом гуматом плюс 7 здесь очень много микроэлементов которые очень хорошо подкормят наши растения и во первых не будут опадать завязи а потом еще и пройдет хорошая подкормка по листу вы добавляете 5 грамм борной кислоты 2 грамма гумата все это разводите в 10 литрах воды и опрыскиваете свое растение также мне нравится вот на урале у нас стоит жара сегодня 35 ночью было всего лишь плюс 7 градусов и в это время нашим томатом очень хорошо помогает циркон он не только помогает хорошо именно при засухе он помогает не осыпаться цветам он защищает наши растения от разных вирусных бактериальных грибковых заболеваний а также помогает плодообразованию хорошее средство но тоже пользуйтесь только по инструкции также в это время можно использовать ну известную всем зависть вот здесь написано зависть для томатов на это можете не смотреть зависть даже вот здесь у производителя указано что можно использовать и для перцев и для баклажанов также хорошее средство бутон вот этими всеми препаратами я уже пользуюсь много лет они мне очень нравятся это действительно хорошие препараты которые помогают сохранить наши завязи очень хорошо опыляются цветы хорошее плодообразование а также я заметила и здесь кстати у всех указано что наши томаты очень хорошо защищаются от различных заболеваний от гнилостных от вирусных от грибковых но и эти препараты повышают нашу урожайность все эти препараты бездумно применять нельзя их можно применять только три раза за сезон первый раз когда у вас раскрылась первая и вторая кисть опрыскиваете второй раз можно опрыскивать только через 20 дней и третий раз уже опрыскиваю в августе когда у меня уже внизу большие плоды когда они даже уже начинают созревать а вот наверху еще только-только цветет растение вот тогда я провожу 3 опрыскивание все нужно делать в меру чтобы не навредить своему растению и также нужно помнить что мы всегда опрыскиваем растение или рано утром или поздно вечером или только в пасмурную погоду если мы опрыскиваем растение в открытом грунте то это нужно делать в безветренную погоду ну а теперь хочу провести вас по теплицам и сделать короткий обзор и показать сорта томатов которые я выращиваю и как они у меня выглядят в этот период времени когда им исполнилось 42 47 дней очень хорошо развивается томат кировской селекции который называется чипецкий высаживаю первый раз и пока просто очень им довольна завязывает каждую кисть и посмотрите какие большие томаты потом посмотрим что дальше будет следующий томат называется бычий лоб это сибирский сад вот в этот томат я уже влюблена посмотрите какие уже плоды и причем томат формирует вот уже вторая кисть здесь уже начинается 3 кисть и точно также ведет себя 2 томат тоже посмотрите какие уже огромнейшие плоды вот первая кисть вот вторая кисть вот уже начала завязываться 3 кисть а ведь томатом всего лишь 45 дней томат медвежья лапа сибирский сад тоже мне нравится томат еще он маленький он вырастает не выше метр пятидесяти но тем не менее завязывает каждую кисть завязывает уже третью кисть их довольно много томатов не очень мощное растение поэтому довольно компактная томат маршал победы я его уже показывала и он так идет поступью такой победной вот первая кисть очень хорошие уже сформировались томаты вот вторая кисть посмотрите какая тоже богатая хорошая кисть и точно также ведет себя второй к томат вот первая кисть вот вторая кисть вот уже даже третья кисть большая и здесь начинает формироваться у нас 4 кисть отличный томат золотой кенигсберг вот на 40 с небольшим день только сформировалась первая кисть на одном томате и одна кисть сформировалась на другом томате 2 только только отцвела посмотрим как дальше будет себе вести хотя мне вся серия кенигсберга очень нравится у них есть и розовый кенигсберг и красный кенигсберг а вот этот томат называется черный кот томаты будут черного цвета и завязывается очень хорошо вот первая кисть полностью завязалась вторая кисть начала формироваться третья точно также и на другом томате я в лунку высаживаю по два томата вот такие кисти неплохой томат томат blue p20 пока я что-то его понять не могу один томат у меня завершковался я уже пустила побег чтоб дальше шел а второй томат развивается вот вот таким тоже способом непонятным томатов и очень много растения очень мощная пока я его раскусить не могу первый раз высадила томат обрутся хороший томат посмотрите тоже какие уже плоды это первая кисть вторая кисть вот здесь формируется третья кисть точно так же я это растение повела в два ствола точно так же на втором стволе есть и первая кисть и вторая кисть посмотрите какие они все наполненные вот такой хороший томат потом посмотрим какой будет на вкус также новинка для меня сердце красного дракона будет вот такой полосатенький удивительно красивый томат тоже завязывает очень хорошо вот первая кисть вот здесь находится вторая кисть вот завязывается третья кисть я это растение пустила в два ствола и вы знаете каждая кисть завязывается посмотрим как будет он развиваться дальше также в этом году решила испробовать несколько сортов кировской селекции агро 7 томс это адонис очень хороший сорт тоже прекрасно завязывает плоды посмотрите какая богатая первая кисть здесь вторая третья четвертая вот уже пятая формируется точно так же себя ведет и второй томат они не крупные но для посолки очень хороши еще один кировец называется умелец будет выглядеть вот так и посмотрите какие уже красивые кисти ну просто чудо и завязывает каждую каждую кисть посмотрите сколько их и точно также второй томат себя ведет вот первая кисть вторая третье и уже выше прекрасный томат в прошлом году выращивала амурский тигр был просто отличный томат в этом году купила амурский тигр розовый и вы знаете он тоже нисколько не подводит прекрасно развивается посмотрите какие у него плоды первая кисть вот вторая кисть на втором стебле тоже и первая кисть и вторая и точно так же вот там у меня развивается второй томат посмотрите он тоже весь уже усыпан томатами томат петр великий от седек вы знаете этот томат меня привлек тем что вот эти длинные томаты они могут храниться несколько месяцев и посмотрите как развивается куст если все остальные более мощные то этот худенький худенький его прямо вот честно говоря жалко на него смотреть он такой весь худенький нежненький но тем не менее тоже завязывает хорошие плоды томат павлини перо от пирского сада необычный будет бикалор у этого томата вот так вот он выглядит это первая кисть здесь вторая кисть здесь вот тоже томаты томаты и все вверх идут томаты томаты но хочу сказать что очень компактный томат я думаю что вот такие томаты можно высаживать до 5 штук на квадратном метре и им будет не тесно потому что видите какие жиденькие у них листочки и он весь такой поникший место вообще не занимает томат чудотворец это новинка то элиты вырастает до метр шестидесяти в теплице вот такую хорошую уже первую кисть завязал вот здесь завязывается вторая кисть там начала третье точно так же ведет себя и второй томат тоже уже очень хорошие томаты довольно компактное растение томат иванда мария от мязиной вот такой будет красивый бикалор тоже неплохо завязывает плоды пока не крупные посмотрим что будет дальше но завязывает каждую кисть на каждом стебле вот 2 3 там четвертая начинает завязываться завязываемость довольно хорошая куст довольно компактный томат сибирские шанги от сибирского сада растение должно быть до полутора метров пока очень компактная ну буквально 80 сантиметров но плоды завязывает достойно и посмотрите как мало листвы листвы почти нет а кисти хорошие томат бананчик от агрофирма элита высаживаю первый раз высота будет растение метр восемьдесят вот такая богатая первая кисть вот здесь завязывается вторая кисть и начала уже завязываться третья кисть точно также формируется и второе растение вот такая хорошая первая кисть вот здесь формируется вторая кисть но и там тоже третья кисть довольно компактное растение листики все смотрят вниз первый раз высадила томат казанова вырастает до двух метров тоже такой длинненький томат вот первая кисть вот вторая кисть там начала формироваться третья кисть и точно также ведет себя и второй томат первая кисть вот такая богатенькая вторая кисть и там тоже начал формироваться уже третья кисть томат довольно компактный все листики смотрят вниз много места он не занимает томат гигант красный от биотехники должен будет вырасти до 800 грамм на первой кисти завязалась уже 6 плодов и там два маленьких здесь уже завязалась вторая кисть начала завязываться этот томат виду в два стебля и следующий томат виду в один стебель вот первая кисть вторая кисть вот здесь завязалась третья кисть и дальше он пошел пока чуть пониже чем первый томат и первый раз высаживаю томат который называется рейсе то умеет удивительно красивый необычный томат он еще называется чесночный томат его раньше моряки брали с собой в далекое плавание и вот такие вот долечки отламывали в течение плавания и томат не портится решила его тоже попробовать вырастить вы посмотрите какая первая кисть я даже не знаю как ее показать она огромная со всех сторон вот сколько там будет томатов просто не знаю вот такая вторая кисть просто как гроздь винограда вот здесь уже третья кисть начала формироваться и дальше четвертая и точно так же себя ведет второй томат вот первая кисть вот вторая кисть третья и вы знаете этот томат формирую в три стебля и на каждом стебле завязывается каждая кисть производитель также рекомендует этот томат вести в три ствола легенды тарасенко в прошлом году я высаживала юбилейный тарасенко он всех поразил не только меня в этом году решила вот попробовать легенды тарасенко он развивается почти точно так же как и юбилейный тарасенко посмотрите какие кисти и вот эти кисти действительно нужно обязательно стимулировать различными стимуляторами чтобы завязалась абсолютно каждая помидорка вот здесь уже начали завязываться вот такие будут томатики и они будут все усыпаны до 50 штук на каждой кисти и на каждом растении должно быть не больше четырех пяти кистей просто растению больше не вынести первый раз пробую томат который называется малиновый слон это новинка от элиты вот такие необычной формы плоды довольно крупные вот на втором томате вот такие уже большие плоды кисть полная здесь раз два три 4 шесть томатов вот вторая начинает завязываться вот здесь вторая начинает завязываться вот здесь уже тоже есть плодики посмотрим какой этот томат будет на вкус томат не агара давно хотела попробовать вырастить этот томат и вот наконец-то он у меня растет и некоторые плоды начинают даже уже желтеть вот первая кисть вторая кисть точно так же развивается и второй томат вот у него богатая первая кисть вот здесь вторая кисть и уже начала развиваться третья кисть и даже 4 вот маленькие маленькие томаты очень компактный куст томат киви от агрофирмы аэлиты в прошлом году я пробовала несколько зеленоплодных сортов они нам очень понравились на вкус мне кажется они даже слаще красных и в этом году вот два других сорта решила попробовать томат развивается очень хорошо вот такая уже вторая кисть вот здесь формируется третья кисть пустила в два ствола место много томат не занимает часть томатов я купила в этом году у коллекционеров поэтому фантиков с картиночками нет этот томат называется сызранская розовая ранняя вот такой томат посмотрите какая богатейшая просто первая кисть вот здесь уже вторая кисть формируется ну и там цветет третья кисть точно так же ведет себя и второй томат и есть томат который называется минусинский бычий лоб тоже отличный томат вот первая кисть вторая кисть вот здесь уже третья кисть я пустила в два ствола и здесь тоже уже формируются плоды и вот так выглядит второй томат который называется минусинский бычий лоб вот такая богатая первая кисть дальше томат формируется в два стебля одна кисть и вот там еще одна кисть но вот так выглядит томат дробленое сердце первая кисть вторая кисть здесь третья кисть и все хорошие красивые томата знаменитый томат сержант пеппер многие его высаживают я высаживаю первый раз и он действительно впечатляет и цветом и размером и своей плодовитостью вот первая кисть здесь вторая кисть третья кисть завязывается и точно так же ведет себя второй томат вот такие уже помидорки на первой кисти это вторая кисть вот так развивается томат который называется бычье сердце минусинское посмотрите какие уже огромные томаты это все первая кисть вторая вот здесь только-только начинает еще завязываться там уже третья завязывается кисть вот такие уже огромнейшие просто плоды недаром хвалят минусинские томаты а вот так выглядит томат колхозная королева это первая кисть виду томат в один стебель так как в аннотации не было указано во сколько стебле его вести томат минусинские бычки это первая кисть вот здесь уже формируется вторая кисть и там начала уже вот формироваться третья кисть и второй томат я также повела в два ствола это первая кисть вот здесь начали тоже формироваться томаты очень урожайный томат ну вот я вас познакомила но только с частью томатов которые высаживаю и выращиваю в теплицах еще у меня очень много растет в открытом грунте но о них речь пойдет позднее главное не забывайте применять средства которые просто помогают и уберегают наши томаты от различных заболеваний от опадания завязи и просто повышают плодообразование на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока